МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На ваших экранах программа Калейдоскоп, а это значит, что в ближайшие 15 минут вы узнаете о самых ярких событиях культурной жизни нашего города. Как и обещали в прошлый раз, сегодня мы расскажем вам о широких гуляниях, которыми провожали зиму и встречали весну в последний день Масленичной недели. В этом году наша съемочная группа отправилась в село Константиново, где приняла участие в веселом празднике. Празднование Масленицы на селе заметно отличается от того, что устраивается в городе. И дело тут вовсе не в организации или количестве развлекательных площадок, а в самой атмосфере. Высокий берег Аки, завораживающий уже почти весенние пейзажи есенинских мест, пожалуй, лучших декораций для встречи весны не найти. Празднование широкой Масленицы в Константиново стало уже доброй традицией. Причем гостями гуляния становятся не только местные жители, но и приезжие со всей области. В этом году на праздничной площадке их ждали веселые конкурсы, катание с горки и, конечно же, блины. На Руси у каждого был свой рецепт блинов, не только блинов, но в Рязанской области еще есть каравайцы. Поэтому каждая хозяйка несет свое. В основном сахар, хорошее молоко, мука, позитивное настроение. Самое главное – любить людей. С праздником вас! Кстати, раньше верили, что чем больше блинов будет съедено в Масленичную неделю, тем скорее придет тепло. Гости праздника активно вносили свой вклад в приближение весны, а после отправлялись участвовать в самых разнообразных конкурсах. Не только дети, но и взрослые с удовольствием прыгали в мешках, учились управляться скоромыслом и ведрами и даже ходили на ходулях. Народом нового, весело! Для взрослых участие в конкурсах стало возможностью окунуться в мир праздника и детства, а малыши посредством необычных заданий знакомились со сказочными персонажами, узнавали о масленичных традициях и особенностях деревенского быта. Так на площадке «Банные забавы» участникам, большим и маленьким, предлагалось не только попариться веничками, но и сложить поленицу. Организаторы предположить не могли, что городские жители справятся с этим заданием. Я очень удивлена была, когда маленькие дети мне рассказывали, что такое поленица. Но правда у многих представления об этом немножко смутные, и все считают, что это колодец такой. Ну, практически так оно и есть. Надо просто полностью заполнять промежутки, пробелы. Конечно же, не обошлось без шуточных боев, стрельбы из лука, русских народных песен и сожжения чучела. Очень хорошее впечатление, очень весело, задорно, с музыкой. Очень нам понравилось. Настроение праздничное, дети радуются. Главное, вот, им радостно и нам хорошо. Потрясающе все. Спасибо организаторам за то, что организовали все. Не знаю, будем ездить каждый год. Тож зиму как следует проводили, весну в соответствии со всеми традициями встретили. Осталось только дождаться настоящего тепла. А это, к сожалению, зависит не от наших стараний и даже не от количества съеденных блинов, а от капризов погоды. Будем надеяться, что матушка природы в этом году будет к нам благосклонна. Не секрет, что со временем все меняется. Традиции, обычаи, люди, облик городов и селений. Узнать сегодня, как выглядело Рязанское наместничество в конце 18 века, стало возможным благодаря работе сотрудников Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Когда-то, более 200 лет назад, губернский землемер майор Тулаев занимался составлением этого уникального документа, который, благодаря стараниям музейных сотрудников, сохранился до наших дней. Атлас Рязанского наместничества представляет собой документальный комплексный источник, состоящий из 25 карт и топографического описания, которые охватывают территории уездов и городов Рязанского края. Этот уникальный источник, датированный 1794 годом в фондах Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, хранился на протяжении нескольких десятилетий. Точная дата его поступления в музей неизвестна. Скорее всего, это произошло сразу после революции. И, естественно, за это время состояние документа не улучшилось. Вопрос о его реставрации ставился довольно давно, но, возможным, это стало лишь в 2012 году. Почему подготовка велась достаточно долго? Потому что мы не могли решить, как это сделать правильно. С одной стороны, для музейщика, для человека, который связан с культурными ценностями, очень важно сохранить предмет после реставрации, в том числе, таким, каким его создали. То есть, вот, сохранить его, вот, все признаки. Вот мы, в свою очередь, решили, что существование его вот в таком составе, в такой форме, будет, ну, препятствовать и состоянию сохранностью, и дальнейшему использованию памятника. Поэтому мы, в общем-то, взяли на себя такое смелое решение и советовались со многими специалистами как бы изменить его форму. То есть, вот, карты вынуть из книжного блока и хранить их полистно, отдельно. Сегодня отреставрированный оригинал отправляется обратно в запасники музея, а для специалистов и широкого круга читателей было решено издать этот документ. Так что сегодня нам доступно и топографическое описание, и сами карты, сохранившие мельчайшие особенности оригиналов. Ведь обычно как, когда сканируют художник, там, дизайнер, это чистится как-то там в фотошопе и так далее, в разных программах, мы этого не делали специально, чтобы сохранить все особенности оригинала. Вот. И далее текст, вот текстовая часть, описание, да, она переведена была в электронный вид, все это было набрано и подготовлено к публикации. Мы также при публикации сохранили все особенности, в том числе и орфографические, подлинника. То есть, в принципе, это как бы с вами говорит человек конца XVIII века. Знакомство с атласом Рязанского наместничества будет интересно как специалистам, так и широкому кругу читателей, ведь в нем можно найти самую разнообразную информацию практически обо всех населенных пунктах Рязанского края, начиная географическим положением, архитектурными строениями, заканчивая занятиями населения. Даже как выглядели люди в то время, как одевались, то есть информация об этнографии, о нравах, обычаях разных частей нашей губернии, нашего наместничества. Информация о количестве деревень, сел, земли, сколько земель обрабатывалось, сколько было в пустоши, какие реки, какие рыбы водились в реках, совершенно удивительный список этих рыб, какие звери и птицы в лесах. Атлас Рязанского наместничества можно приобрести в кассах музея-заповедника. Он может стать прекрасным подарком или же послужить машиной времени, которая перенесет вас на 200 лет назад. Ну а теперь перейдем от реставрационной деятельности Рязанского кремля к выставочной. На днях в певческом корпусе открылась выставка, посвященная 155-летию отмены крепостного права. Познакомиться с ее экспонатами мы предлагаем вам в следующем сюжете. В 1861 году императором Александром II был подписан манифест об отмене крепостного права. Это событие повлияло на жизнь практически всех слоев населения и, несомненно, имело огромное историческое значение. И сегодня, по прошествии 155 лет, неправильно было бы забывать об этой знаменательной дате. Так посчитали и сотрудники Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Они постарались найти в фондах музея экспонаты, которые могли бы как можно ярче проиллюстрировать обстановку, сложившуюся в стране во второй половине XIX века. Так и родилась выставка под названием «Распалась цепь великая». Это строчки из поэма Николая Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». И продолжение этой строки, как нельзя более глубоко и емко, рассказывает о сущности отмены крепостного права. Распалась и ударила одним концом по барину, другим по мужику. То есть действительно было великое потрясение. В нем была и масса положительного, но и масса, конечно, отрицательного. Экспонаты этой выставки, пожалуй, так же контрастны, как и жизнь в России во второй половине XIX века. Шикарные кружевные платья, прибывшие некогда прямиком из Франции для представителей дворянского сословия, соседствуют здесь с более чем скромной крестьянской одеждой, а покрытые затейливой резьбой курительные трубки и шкатулки с чугунками, серпами и даже орудиями пыток, которые нередко применялись крестьянам, не желавшим подчиняться существующим порядкам. «Совершали побеги, их, конечно, возвращали, и не просто могли выпороть и сослать в Сибирь. И здесь у нас и ножны, и кандалы, и двушейные цепи, и шейная рогатка, которая надевалась на шею, железный ошейник со спицами, которая не позволяла человеку спать, преклонить голову куда-то или даже облокотиться. Это была вообще-то пытка страшная. Если человек, не дай бог, засыпал, то обычно через некоторое время просто шея у него перегибалась, и сосуды пережимались, и позвонки смещались. То есть человек обычно мог умереть от этого». Предметный ряд дополняют фотографии и гравюры, иллюстрирующие разнообразные стороны жизни двух сословий. Также на выставке можно увидеть подлинные документы, которые свидетельствуют о крепостной неволе. Это прошения о сыске беглых крестьян и купчие, из которых мы можем узнать, что крепостную крестьянку могли продать за 50 рублей. 50 рублей, кстати, цена очень даже немалая. Могли и за 10 рублей продать, все зависело от человека. В числе экспонатов выставки – медали, посвященные наиболее ярким событиям царствования царя-освободителя Александра II, а также уникальная книга, посвященная его коронации. «Книга эта как раз была издана после коронации, через несколько лет, то есть это, можно сказать, вторая половина XIX века. Книга по объему очень большая. Вес, конечно, я вам так вот точно не могу сказать, но около 40 килограмм, наверное, точно. Потому что переносить ее, монтировать могли только два человека за раз. Один человек с ней никак не справлялся. Она снабжена текстом, который повествует о ходе этой коронации, и очень красочными и качественными иллюстрациями, которые можно увидеть и в самой книге, здесь представленной. И мы еще, конечно, распечатали копии этих вот иллюстраций, которые рассказывают, как эта коронация проходила». Сотрудники музея-заповедника приглашают всех рязанцев и гостей города познакомиться с этими необычными экспонатами. Выставка «Распалость. Цепь Великая» будет работать в певческом корпусе Рязанского Кремля на протяжении месяца. Ну а напоследок мы предлагаем вам заглянуть в художественную студию «Калибри». Там вы сможете познакомиться с архитектурными фантазиями маленьких художников. Нам, взрослым, окружающий мир зачастую кажется будничным, самым обыкновенным. И только благодаря детям, их излюбленному вопросу «почему?» и неуемной фантазии мы вновь смотрим вокруг широко открытыми глазами. Выставка «Нарисуем. Будем жить» открывшаяся в художественной студии «Калибри» позволяет по-новому взглянуть, если не на мир в целом, то уж точно на немалую его часть, а именно архитектуру. При подготовке этих работ ребята получили довольно необычное, сложное задание. Сделано же это было с целью оторвать их от стереотипов. К сожалению, наши дети очень много видят коробочек вокруг нас, сереньких. И вот чтобы они не апеллировали такими формами, мы погрузили их, во-первых, на дно морское, и они попробовали нарисовать мир и город подводный, и какие будут там формы. Мы подняли их на вершину горы, заставили растить город не по горизонтали, а по вертикали. Причем этот город многонациональный, мы его так условно назвали Вавилон, где очень много разной архитектуры. А еще преподаватели попросили ребят создать жилища для различных животных. Мишки, зайчики и даже сова с легкой детской руки с комфортом расположились в уютных норках. Здесь главной задачей было задуматься не над внешней формой, а над внутренней организацией пространства. В своей работе ребята использовали подсказки, которые подбрасывала им сама жизнь. Дом, как я уже сказала, для подземных жителей мы искали, наверное, у себя дома, в квартире. Это могли быть уютные диванчики, кресла, ну даже тут у кого телевизоры были, столы и так далее. Чтобы увидеть подводный мир, подводный город, как он выглядит, здесь нам помогали такие формы моря. Это и ракушки, это даже камушки. А для создания городов, которые условно были названы Вавилонами, ребятам пришлось познакомиться с архитектурой разных времен и разных стилей. Тяжелая архаика, изящная классика, таинственная готика и даже церковная архитектура. Дети посмотрели, выбрали то, что им понравилось, и попробовали соединить несоединимое. Происходило это при помощи мостиков, дорог, каналов, лестниц. В общем, получилось необычно. Но оценить плоды творчества детей на открытие выставки пришли настоящие архитекторы. Здесь задача как раз в том, чтобы почерпнуть в детском творчестве те, скажем так, открытия, которые могут помочь профессионалам воплотить идеи и открыть эти идеи. Потому что иногда мы их просто не замечаем. Любое творчество, в том числе и архитектурное, начинается с фантазии. И сегодня, глядя на эти фантазийные работы воспитанников студии «Калибри», мы можем надеяться, что со временем им представится возможность преобразить образ нашего города, сделав его таким же ярким и необычным, как эти работы. Кстати, работы воспитанников студии «Калибри» вы можете увидеть и здесь, в кафе «Старый парк». Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин